Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды». Вашему вниманию мы хотим предложить сегодня рубрику «Духовное наследие». В ней мы обращаемся к духовному и литературному наследию известной христианской писательницы Елены Уайт. Елена Уайт. Желание веков. Глава 31. Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея. Главы 5, 6, 7. Намереваясь поделиться словом, Христос редко собирал вокруг себя только одних учеников. Его слушателями были не только те, кто знал путь жизни. Ему надлежало достучаться до сердец множества невежественных и заблуждающихся людей. Он преподавал уроки истины там, где ее могли воспринять, омраченные неверием умы. Он сам был истиной. Чересла его были припоясаны, и руки простерты для благословения. Словами предостережения, мольбы и ободрения он стремился возродить всех, приходящих к нему. Хотя Нагорная проповедь предназначалась для учеников, но произнесена она была в присутствии множества людей. После посвящения апостолов Иисус отправился вместе с ними на берег моря. Утром здесь начал собираться народ. Как всегда, целые толпы пришли из галилейских городов. Но кроме них были здесь люди из Иудеи и даже из самого Иерусалима, из Пиреи и Десятиграде и Думеи, находящейся к югу от Иудеи, из Тира и Сидона, финикийских городов на берегу Средиземного моря. Услышав, что он делал, они пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Евангелие от Марка, 3 глава, 8 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 18-19 стихи. Узкий берег не мог вместить всех желавших слушать наставления учителя, даже если бы они стояли, а не сидели. И поэтому Иисус поднялся на склон горы. Дойдя до уступа, где собравшиеся могли удобно разместиться, он сел на траву. Ученики и толпы людей последовали его примеру. Ученики всегда сидели рядом с Иисусом. Люди постоянно теснились к Нему, но ученики понимали, что им нельзя затеряться в толпе, отдалиться от Него. Они сели рядом с Ним, чтобы не пропустить ни единого слова из Его поучений. Они были внимательными слушателями, жаждавшими познать истину. Им предстояло открыть ее всем народам и векам. Причувствуя что-то необычайное, они обступили своего учителя. Уверенные в скором установлении, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 образ. Чистая любовь исцелит душу, даст ей способность достигать новых вершин, углубит познание небесных истин, преисполнит полноты. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Милостивые помилованы будут, и чистые сердцем Бога узрят. Всякое нечистое помышление оскверняет душу, ослабляет нравственность и сводит на нет влияние Святого Духа. Оно притупляет духовное зрение, и человек становится неспособен видеть Бога. Господь прощает кающегося грешника, но, несмотря на это прощение, душа уже повреждена. Человек, стремящийся постичь духовную истину, должен избегать любых нечистых мыслей или речей. Но слова Христа говорят не только о свободе от плотской нечистоты, не только о свободе от обрядового осквернения, которого так ревностно избегали иудеи. Себелюбие препятствует созерцанию Бога. Свой корыстный дух судит о Боге как о себе подобном. Пока мы не преодолеем этого представления, мы и не сможем понять того, кто есть любовь. Только бескорыстный, смиренный и доверчивый узрит Бога, человеколюбивого и милосердного, долготерпеливого и многомилостивого и истинного. Книга Исход, 34 глава, 6 стих. Блаженны миротворцы! Мир Христов есть плод правды. Это гармония с Богом. Мир противится закону Божьим. Грешники враждуют со своим Творцом, и результатом этого является вражда друг с другом. Но псалмопевец заявляет «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Псалом 118, стих 165. Люди не могут созидать мир. Человеческие планы очищения и преобразования отдельных людей или общества в целом не принесут плодов, ибо они не затрагивают сердце. Единственная сила, могущая создать и навсегда сохранить истинный мир, — это благодать Христова. Поселяясь в сердце, она изгоняет злые страсти, порождающие раздор и разногласия. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и пустыня жизни возвеселится и расцветет, как нарцисс. Книга пророка Исаии, глава 55, стих 13, глава 35, стих 1. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok